Доброе утро, мои дорогие! Доброе воскресное утро! Доброе такое раннее утро! А мы вчера легли спать рано. Саша сам попросился спать в 9 часов. Обычно он в такое время не ложится. Ну и я с ним легла и уснула. И сейчас проснулась, девчонки, от голода есть хочу. Так что еще раз с добрым утром. Включаем новый день. Хриплая бабушка. Спящие внуки. Помните фильм «Собачье сердце» и там профессор Преображенский говорит, не читайте за обедом советских газет. Вот у меня то же самое по утрам. Не читайте комментарии по утрам. Ваши комментарии могут отравить настроение просто на весь день. Причем, как сказать-то, люди выдают, видимо, свое желаемое за действительность. Откуда они это берут? То, чего на самом деле нет совсем. Даже в мыслях у меня этого не было. А люди выдают это, пишут так, как будто они в этом прям уверены, знают на сто процентов, что это так. Ну, короче говоря, в бан уходят со своими мыслями. Еще и обижаются. Столько всяких там у них домыслов. Боже ж ты мой. В отличие от многих блогеров, я же вам не вру. Я вот, ну, что думаю, что как есть, то и говорю. Ну, и что, как делаю? Ну, просто вот. Ну, вот как живу, так и живу. Я даже видео-то не монтирую. Люди часами сидят, монтируют видео, чтобы, не дай бог, там чего-то как-то не то, чего-то там. А я вот как снимаю, так и выкладываю. И все равно она придумает. Черт-те-чего. Ну, ладно, бог с вами. Меня все равно не переделать. Какая есть, такая и есть. Поздно уже. Ладно, я пошла дела делать. Вот сейчас с утра, пока все мои спят, посмотрела Ларису Табашникову. Как она лимоном оттирает украшения из разных там, ну, потемневшие. У нее, конечно, обалденные салфетки, которые чистят серебро, латунь, золото. Ну, у меня таких нет. Сейчас попробую лимоном. Вот этот вот замочек. Видите, он такой страшненький. Вот сейчас попробую. Нашла в холодильнике у ребят вот такой засохший лимон. Не знаю, будет вам видно ли, понятно ли, что происходит. А насчет комментариев, девочки, на самом деле обижают и оскорбляют еще. Ну, я быстренько их, конечно, блокирую, когда увижу. Вот. А то, что я говорю, девочки, вы на свой счет-то не принимайте. Для кого я это говорю, они знают. А вы зря обижаетесь. Уж как меня обижают. Ну, что хочу сказать. Да, прям стал получше. Понятно, что он старый, ему лет столько. Этому замку. Но он стал прям приличный и блестит. Не знаю, видно вам, нет. Ну, ой, Лариса вообще, конечно, кладезь знаний. Очень ее уважаю. Да, вообще она мне очень нравится. Знаете, бывают вот свои люди, чувствуешь их прям. Все нравится, и манера говорить. Ну, понятно, чем она занимается. Это прям мое. Так. Ну, тут другой металл. Но все равно, слушайте, прям начинает блестеть. Ну. Приеду домой, перечищу все. Так что, мои хорошие, не берите на свой счет, а говорить иногда надо. Потому что люди просто распоясываются и ведут себя безобразно. А уж оскорблять себя я не позволю. Я не для этого работаю. Ну, замечательно. Так что спасибо огромное, Лариса. О, я сейчас ехала с таксистом. Ой, какой дядька приятный. Он говорит, а я 49 лет живу в Мурманске и уезжать не хочу. Вообще, говорит, не хочу. Потому что это мой город, тут все мои люди. А я приехала на Абум. Даже не знаю, работает он сегодня, нет? Работает, наверное. Вчера был привоз. Надо посмотреть. Ой, тихо, народу мало. Так. А что я хотела? А хотела я просто посмотреть. Может быть, что-нибудь найду из новенького. Понаходила новых вещей. Прямо новых. Сейчас пойду мерить. Нашла сумку в себе тоже новую. Сумок тут просто навалом. Так, ладно. Долго я не могу, потому что у меня мальчишки дома одни. Так, быстрее бегом-бегом. Сейчас пойду померю. Вывод один. Как всегда. Надо худеть. Ну, посмотрите. Прямо вот как индейец. Ну, маловато. А это хотела слиться с природой. Зато здесь нормально. Вот такая нестандартная фигура, девочки. Ну, еще попробуй хрен подберешь. Ну, что вот, смотрите. Прайма какая здоровая. Рукава вон какие. А так она очень приятная. Не получается слиться с природой. Ну, а вот эту я, видимо, возьму. Правда, капюшон тут как-то не очень. Ну, мне понравилось тут вот две молнии. Свет я этот очень люблю. Ну, в общем, короче, вот молния. Ой, как показать-то? Вот тут вот молния вот так. Вообще понравилась она мне. Вот. И вот эту я беру. Я люблю камуфляж. Люблю катушоны. Ну, а это, конечно, может и чересчур. А может и нет. Куда я хожу-то? Я хожу-то у себя во дворе. А чего не порадовать себя? С золотом на груди, да? В общем, короче, она новая. Прям вся как надо. Беру. Ещё я беру вот такую сумку. Ну, во-первых, ручка длинная на плечо можно носить. Потом она небольшая. Я себя приучаю к небольшим сумкам. Всю жизнь таскаю огромные кошёлки, можно сказать. Вот. А это новая сумка. Хорошая. Вся прям ну, прям ну ой, кому показать-то. Ну, новая. Вот. Поэтому я её беру. Ну и всё. Поеду домой бегом. Попугайчики тут живут. Поют так здорово. А куда у них большой девался попугай? А куда у вас большой попугай девался? Ну что, вот на 1700 рублей я купила три вещи, сумку, штору, тюлевую, но она мне нужна чисто для рукоделия. Вот. Вот. И один шар. Долго искала. Нашла один единственный, потому что все зимние вязаные всякие. Вот один только нашла. вот такой вот по фактуре он вот такой. Ну, в общем, сейчас я быстренько перекурю и поеду домой. Пошёл снежочек. Может, потеплеет. Ой, сегодня смотрела Маришкино видео. Ну, Августа Рококов. Вот завалила их там снегом. Ой, много снега, много снега. Вон, сколько снега. И ничего. Говорю девчонкам в магазине. Говорю, девочки, у вас магазин мурманский. Лучше, чем в Питере. Они так заулыбались и говорят, а мы знаем. Я говорю, а почему? Никто не знаю, почему. На самом деле лучше. Сколько я была в Питере, в магазинах Вове в этом. Не знаю. Что-то там как-то не так. Тут вещи попадаются гораздо интереснее. Ну, это на мой вкус, девчонки, опять же. Кому что, правда? Кому нравится поп, кому попадья. А кому попова дочка. Поэтому Тут с какой стороны смотреть. Ну, а я как всегда. Ой, зайду посмотрю. Может быть. Может быть что-нибудь. Ага. Это знаете, как говорят. Мыши плакали. Кололись, но продолжали жрать кактус. Так и я. Тут такой район. И ездить далеко. И вот он, Ленинский район, он такой. Ой, как бы не обидеть-то. Промзона. Ну, вот что это? Вот дом-то этот, видно, что его ремонтировали. Он был такой вот облезлый тоже, голубой. И что это? Весь угол обвалился. Ну, как вот так можно ремонтировать? А? Вот скажите. На этой улице живут очень много всяких, как сказать-то, деклассированных элементов, скажем так. Да. Есть, попадаются и окна, забитые фанерой. Ну, и вообще. Публика, конечно, еще та. Ну, это в любом городе, мне кажется, есть. Такие районы. И транспорт. В этот район плохо ходит. Я сейчас пока стояла на остановке, уже стала замерзать. Хотя и одета тепло. Ну, вот. Почему и поехала в магазин на такси. Думаю, пока простоишь, прождешь. А назад-то вышла. Думаю, ну, сейчас. Один прошел туда, второй прошел туда, а назад нет ни одного. Ладно, еду. Позвонила Гриша, говорю, как у вас там дела? Он говорит, все хорошо. Ну, я, собственно, так-то быстро хотелось с собой их. Ну, куда по морозу таскать? Вот. А так как дней у меня мало совсем, поэтому хочется успеть по своим любимым магазинам. Приходится выкручиваться. залив парит. Он прям пар стоит над заливом. Когда мороз, залив всегда парит. я говорю, общественный транспорт подорожал очень сильно. Что-то я ехала. 44 рубля, по-моему. А маршрутки так и остались. 30 рублей для пенсионеров. ко мне зайдешь. Ну, ладно, еду. Просторы какие. горы, когда едешь вниз. Далеко видно вокруг. вон дом, где Костя жил-то до переезда. Жалко, прям жалко эту квартиру. Большая, удобная такая. Ну, что делать? Переехали в квартиру поменьше. Зато дом достраивается. А то с этой пандемией с бизнесом проблемы. Че говорить-то, сами знаете. Ничего. Уже уют в тесноте немножко. Зато потом хорошо будет. Дундра, ресторан. Хороший очень ресторан. Туда вот Сашка в садик ходит во дворе. Улица Полярные Зори тоже тут в основном старые постройки дома. Но район совсем другой. Че-то китайский ресторан тут переделывают, строят, перестроят. Вот показываю вам, что вещи новые. Монарши коллекшн. Царская коллекция. А что коллекция? Вот тут, видите, единственное вот что... Так, Сашенька, помолчи, зайка. Вот только сейчас, видите, разглядела тут звездочки. Вот одна. Вот, видите, брак какой. Ну, я так думаю, что я их, вот эти штуки, все пообдираю. Золото-то вот это. Будут просто черные. А может я ее постираю, может они сами отвалятся. А так, конечно, слишком ярко. Купила я вот такую. Ну, это какая-то была, видимо, занавесочка коротенькая. Вот такая штучка. Это мне чисто для декора. Я буду вот эти вырезать, наклеивать. Тут, видите, вот всякие треугольнички, румбики. Вот такое. Все для декора. Ну, ладно, я дома. У нас сегодня родители прилетят вечером. Сейчас мы Сашу положим спать, а сами будем наводить порядок. Да, Гриша? Да. Не, ну мы не то, что у нас тут прям бардак, но все равно, надо же приготовить что-то покушать, встретить родителей. Ну и так разобраться немножко. Ну, а я с вами пока прощаюсь, мои хорошие. Пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok